Эстетика второстепенна. Кировчане обратили внимание на панельные дома, стыки которых заделаны пеной или даже пеноблоками. Горожане это делают для того, чтобы в квартирах было теплее. При этом некоторых внешний вид расчерченных панелек смущает. Иные недоумевают, как можно запенить целый блок, если без согласования в некоторых домах нельзя даже повесить кондиционер на фасад. Вопрос разбирался Кирилл Комаровских. Визуальная составляющая, безусловно, важна. Однако куда важнее монохромных стен – тепло в квартирах. Температура, конечно, это самое основное. Это наше здоровье, это комфорт проживания, это наше окружающее. То есть если человек себя некомфортно дома чувствует, соответственно, это сказывается на окружающих дома, родственниках, на работе. Понятно, что температура – это все-таки в первую очередь. То есть у нас температура в квартирах должна быть от 20 градусов и до 24 градусов. Если вы чувствуете, что у вас в квартире холодно, нужно пригласить специалиста, который оценит состояние межпанельных швов, степень их промерзания, после составит акт. Так квартира попадет в очередь на ремонт. Самому пенить стыки или утеплять углы не стоит. Инициатива наказуема, говорят специалисты. Это, конечно, партизанский способ выполнения проекта. Он нигде не согласовывается. Он делается на основании каких-то собраний собственников жильца, жилья и так далее. Они делают это на свой страх и риск. Естественно, городская администрация к этому отношению не имеет никакого. В любой момент она может оштрафовать собственников жилья за самовольную реконструкцию здания. Как минимум, человекам могут просто попросить все вернуть назад. Подобные работы жильцы должны делегировать профессионалам. То есть они должны обращаться в управляющую компанию, которая должна в рамках текущего ремонта эти работы выполнять. Или в рамках капитального ремонта, где либо фонд капитального ремонта должен эти стыки заделывать при проведении соответствующих работ. Либо, опять же, владелец специального счета по решению общего собрания. Если сотрудники управляющей компании не обращают внимания на некачественное состояние стыков, их протекание, пропускание воздуха, необходимо подать письменное заявление в домоуправление. При этом дополнительно платить за работы не надо. Деньги собирают ежемесячно. В квартплату заложена статья «Содержание и ремонт жилья». В ее рамках и проводятся подобные работы. По существующим правилам, заделка межпанельных швов относится к текущему ремонту дома и должна производиться в кратчайшие сроки. Кирилл Комаровский, Алексей Стахеев, Светлана Гудименко, Бюро новостей. До вечера.